Виктор Ющенко, Арсений Яценюк, Петр Порошенко Все эти личности в разное время были главными надеждами украинского народа на светлое будущее Нынешняя миссия многих украинцев это смазливый юноша, родившийся в городе Змеев, Евгений Мураев Но мало кто знает, что нынешний кумир большинства украинской ваты это очередной мыльный пузырь олигархата и обыкновенный политический шулер Ближе к телу, как говорит Гидия Мапасан Не успел Женечка обмыть свой красный диплом, как уже в 2000-м стал директором новосозданной компании ООО Анклав 2000 Занимающейся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами Характерной спецификой этого бизнеса в Харькове с начала 90-х является четкая крыша в лице сперва АПГ, а затем коррумпированных отцов города Так что войти в него без соответствующей протекции и капитала было просто невозможно Своими резкими успехами, как и Ющенко с Яценюком Мураев обязан не своему уму и упорству предпринимателя А банальному успешному браку на Валерии Тарановой Точнее даже не ей, а ее отцу и своему тестю Олегу Таранову Влиятельнейшему харьковчанину на то время, обладавшему колоссальными связями и финансовыми активами Это становится уже интересно В 2006 году благодаря связям и деньгам Таранова в Женечку и его бизнес начинают выливать огромные деньжищи Делают его депутатом Харьковского областного совета 5-го созыва и председателем комиссии облсовета по вопросам топливоэнергетического комплекса В 2008 году Женю уже пересадят в кресло генерального директора ООО «Восточная финансовая группа» В том же году на Женю переписывают завод Рапид, которым ранее владел его тесть Олег Таранов Ну и как вам этот хлюст, капитан? Безусловно, проходимец Купил у Рабиновича канал Ньюс Ван, который Женя позиционировал как единственный рупор свободы слова и объективности Мураев, в то же время находясь в партии регионов, голосовал в 2014 году в самый разгар Майдана за знаменитые уже законы 16 января, подписанные Януковичем Тот самый пакет законов, в котором один из пунктов было тотальное ущемление свободы прессы Они де-факто отменяли и свободу слова, печати, собраний, отменяли оппозицию, отменяли конституцию и прочее, прочее, прочее Введение закона в 16 января – это полная и окончательная диктура Так понятно, что Мураев возглавлял как фунт-канал в Украине, который служит, так сказать, пророссийским силам или прорегиональным силам И так было понятно, что тандем Мураев-Рабиновец за життя работают за большие деньги на каких-то больших дядь Что и подтвердилось в октябре 2018 года, когда несколько изданий и известных блогеров вылили инсайнерскую информацию о том, что После развала партии регионов, Мураев принял предложение Фирташа и Ахметова и вступил в оппозиционный блок за 1 миллион долларов Где ему уже была отведена роль интеллектуального интеллигента, кардинально отличающегося от предыдущих регионалов, не способных связать пары слов За что новый кумир Ваты и получал из кармана олигархата 100 тысяч долларов каждый месяц После того, как выплаты прекратились, Мураев перебегает под крыло Рабиновича в партию за життя Где его задача также своим интеллигентным образом надувать популярность молодой партии Это длилось ровно до того момента, пока Ренат Ахметов не решил перекупить Мураева И создать альтернативу Олегу Ляшко, но уже ориентированную на пророссийский электорат Для меня он тварь позорная Вот упоротые мураеботы, давайте с вами посмотрим на беспристрастные факты Они гласят о том, что Мураев это просто очередная кукла олигархии Это просто нанятый актер, который перебегает с одной партии в другую, ну там где больше платят Второй факт заключается в том, что Мураев ничего в жизни сам не добился и ничего не построил Единственное, чего он добился, так это первый обрюхатил дочь влиятельного человека Что и послужило изрядным толчком его карьеры Нельзя поломать олигархическую систему, работая на нее Не нужно обольщаться, дорогие друзья Евгений Мураев это просто очередная говорящая голова Это болванчик, это фунт, которого надували всю жизнь деньгами Это не более чем очередной политический шулер Ой-ля-ля, ой-ля-ля, поганай на гонаря Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-ха!